Да, я поджег, но умыслы у меня, чтобы их убивать не было. Там даже разбираться никто не стал. Я не знаю, что меня сподвигло на это сделать. Я сел на диван, прикурил сигарету, и там лежала какая-то то ли куртка, то ли какая-то тряпка. Ну и я возьми ее и подожги. В доме был опять от человека, никто не выжил. Задохнулись. Ну я родился в селе Косиха. Я проживал там всю свою жизнь. Занимался, учился в школе. Я воспитывался не в полной семье. У меня отец в 1994 году ушел в армию. Ну и так и не вернулся, а рапал без вести. Меня воспитывал с 5 лет отчим. Ну недавно, на сих пор с мамой живут. У меня также есть две сестры младшие, брат младший. Ну и все, как бы воспитание было у меня нормальное. Ну как бы у меня мама такая суровая женщина. Постоянно заставляла там уроки делать, там если не сделала, там что-то двойки. Ну вот эти, такие вот моменты. Я иногда учился в школе, поступил в ПТУ. Таранакторист, машинист, широкого профиля. Видел себя в профессии. Ну нравилось, как бы там опаться в машинах. Сдал на права как раз. То есть приобрел себе первую машину, москвич. Ездил, ну а потом вот пошла жизнь по наклону, как бы начал воровать. Сначала там велик украл, моменты. То есть потом она начала деньги воровать. Мама переживала, конечно, очень. Ну естественно и лупила, что там вот, что ты меня позоришь. Там первый срок было много статей. И все. Ну где-то в дом там залазил. Где-то там деньги, там телефон какой-нибудь. Вот так. Где-то за угон тоже сидел, угонял машину. Лет тоже 15-16 начал выпивать. Здесь пьяным море по колено. И все. И вот так вот. Все это происходило. Сначала условно давали, там раз, два. И все. А потом уже, наверное, поняли, что условно бессмысленно давать. И посадили. Компания была, да, тоже такая же. Что, плохая там. Давай там, чего там. Ну, как оно, бывает, что, говоришь, да я, допустим, не пойду там. Они, ну вот там, не бойся там. Что там, слабо. И все. Ну да, как. Нет, не слабо, все, пошли. Крадешь, допустим, вместе. Иногда уже дело доходит до сотрудников по аналиции. И все они просто, да, ну, допустим, да вот это он нам, по-моему, советовал. И все, они к нам, как бы, отходят стороной. Но все, виноват я. В 18-м году я, ну, там, вышел из дома, пошел к нам. Как бы тоже там встретил знакомого. Одного, второго там, по-моему, насидели там, чуть-чуть выпили. Все, по-моему, на том я зашел в гости. Ну и все, там войну напевало пять человек. Ну и все, я с ними начал войну напевать. А кого же ссора прям не было, что там прям драки, не драки. Ну, просто хозяин. Он тоже со мной набирался спать. Ну, и выходил там, сказал там это. Все, типа, давайте расходитесь. Я там спать, как бы, там, пару раз там что-то сказал там. Или там я там милицию вызвал. Ну, так, ну, там сильные споры, ой, сильные ссоры и не было. Что там прям конфликт какой-то, что бы. Нет, такого не было. Ну, и я понял, что уже все, да, достаточно, как бы, мне еще идти домой. Все. Вышел на веранду, как бы, я не знаю, что меня всподвигло на это сделать. Я прикурил, сел на диван, прикурил сигарету. И там лежала какая-то, то ли куртка, то ли, ну, что-то какая-то, тряпка. Ну, и я возьми ее и подожги. Все. И вышел, и ушел. Пришел домой, постучался, мама открыла дверь. Ну, и все, я зашел, лег спать. На утро приехали сотрудники, по моему лицу, сказали, ну, что это, проедем в отдел. Ну, все, я приехал, они сначала, да, давай меня это, ну, что я там был, как бы, туда-сюда. Да, я сознался, что я поджег, да, и все. А когда я уже сам написал явку, что я, да, ну, что я там был, что я, да, поджег, они мне потом показали фотографию, что в доме, короче, было пьяно от человека, никто не выжил. Задохнулись. Было два мужчины и три женщины. В хулиганских там возрождениях вот таких, на что я там, как бы, я не думал о последствиях, что вообще, может быть, ну, думаю, там они увидят, может, там выйдут там потушить. И я на суду сказал, да, что я, по-моему, отжег на умысла на убийство. У меня не было, что я не хотел их убивать, как бы, тем более за отчет. Я сидел там военный и певал там. Разбираться мне никто не встал. Я приехал сюда не так давно, 22 мая. Встаем в отряде в шесть, все, выходим, идем, естественно, на столовую, завтракаем. Все, потом идет вывод нам на работу, ну, по-моему, восьмого к восьми мы приходим. Пока там переоденемся, чаю побьем, ну, все, и, как бы, ну, начинаем это шить. Ну, я сейчас, по-моему, надрубаю, варежка, это, получается, по-моему, надрубка варежки идет. И все, а потом она уже пойдет на упаковку. Ну, научился я не так давно, где-то, может, года два назад. Сначала шил, ну, где я отбывал первые пять лет в тюрьме, научился я там. А потом приехал сюда уже, вышел сюда работать. В общем, ему-то здесь научился, чему-то обучаюсь еще. Куртки тоже шьем, детскую одежду я бы, по-моему, напробовал тоже пошить. Шьем заказ, мне сейчас собираем варежки, пятнистые. Мы шьем, по-моему, по 200 варежок в день. Смотришь, естественно, чтобы там все было хорошо у тебя, чтобы там не к чему было, как говорится, приедаться, чтобы все у тебя там ровненько, все. Все, отдаешь, как бы, прям, уверяю, там, вот там, молодец. Здесь друзей нету. Ну, как бы, здесь так, знакомые, как говорится. Ребята, с кем мы там, там же живем в отряде, там, так же работаем, там, там же общаемся, там, делимся чем-то там. И все, а так, что там, прям, вот, друг, нет, такого нет. Что-то на работе, что-то на работе, в субботу у нас приедем. Ну, хорошо, буду ждать, нет, нет, шерстяные, не надо, нет? Да нет, шерстяные не надо, русские. Какие я сделаю, все, блин? Ну, конечно, да хватит, да хватит, там, много не покупай, конечно. Ну, тут у нас тоже, в отряде забор упал. Самое большое переживаю, срок большой. Главное, чтобы мама осталась живая, чтобы давно ждалась меня. Ну, как бы, если получится, освободиться у меня, ну, по-моему, раньше. Ну, я думаю, там, как же, буду жить у себя в деревне. Все, там, как бы, работа есть. Ну, планирую вообще найти, там у нас есть мясокомбинат. Вот, можно там работать, как бы, и там и зарплата хорошая, как бы, вот. Ну, так же хочу создать, там, семью, там, познакомиться, там, с какой-нибудь девушкой. Ну, так же жениться, чтобы детишки, там, так же воспитывать. Ну, все, как бы, встать на путь исправления. Ну, а что, сюда уже пытаться, как бы, не вернуться. Много кто говорил, что это могут дать полно жизненный срок. Ну, все равно, когда дали 25 лет, ну, все, наверное, равно, как бы, это срок, и не маленький. Ну, облегчение было, что, как бы, не пожизненный срок, не дали, что рано или помню, мы, знаете, 25 лет как-то кончатся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...